День добрый! С вами Смирнова Ирина. В рамках небольшого курса «Сайт для малого бизнеса. Нужен ли он малому бизнесу?» мы сегодня с вами поговорим, что же такое сайт. Малый бизнес – это дело. А дело должно всегда продвигаться и создаваться осознанно. Только в этом случае оно будет успешным. Поэтому очень важно понимать, как происходит процесс продвижения вашего бизнеса. В реальной жизни, что такое бизнес, очень все просто и понятно. Малый бизнес обычно можно разделить на три очень простые группы. Первая группа – это создание физического продукта. Вторая – это услуга. И третья – это обучение. Успешным бизнес может быть только в случае выполнения некоторых условий. Первое условие и очень важное – в любом случае, каким бы бизнесом вы ни владели, вы должны быть экспертом. Только в этом случае ваш бизнес будет успешным. Второе условие достаточно важное – вы должны быть хорошим организатором. Каким бы экспертом вы ни были, если вы не сможете организовать свое дело, то продвигаться оно не будет. И третье условие – каким бы организатором и экспертом вы ни были, но если о вашем бизнесе никто не узнает, создавать такой бизнес нет никакого смысла. То есть вам в любом случае нужна реклама. Проще говоря, весь бизнес, особенно малый бизнес, состоит из двух игроков. Первый игрок – это вы. Бизнесмен, эксперт, занимающийся конкретным делом. Вы создаете какой-либо продукт и передаете этот продукт второму игроку. Второй игрок – это ваш клиент или ваш покупатель. Взаимодействуете вы со своим игроком, как говорится, из рук в руки или глаза в глаза. Все понятно, вы оцениваете своего клиента, клиент оценивает вас. И если вы друг другу понравились, ваш бизнес хорошо и быстро продвигается. Кажется, все очень просто. И все точно так же должно происходить и в виртуальной жизни. Но оказывается, возникают некоторые вопросы при продвижении вашего бизнеса в интернет. Вопросы это можно решить только в том случае, если понимать, что же такое интернет. Модель интернета была очень хорошо показана в известном фильме «Аватар». В этом фильме молодой человек, профессионал, являлся экспертом в решении конфликтных ситуаций. Но в результате своей профессиональной деятельности остался инвалидом. Фильм фантастический. По сценарию в нем был открыт параллельный мир, в котором как раз была конфликтная ситуация. Для того, чтобы ее решить, необходимо было послать туда экспертов. Выбор пал на этого молодого человека. Но молодой человек не владел собственным телом. Благодаря современным технологиям была создана физическая оболочка или физическое тело, которое очень было похоже на жителей этого параллельного мира. Но, опять же, благодаря этим же современным технологиям эта физическая оболочка могла существовать, могла двигаться и решать проблемы благодаря этому молодому человеку. Он как бы вкладывал свои знания и умения вот в эту оболочку. То есть, в силу свою экспертность, весь свой профессионализм, благодаря современным технологиям он передавал аватару. Он наблюдал благодаря этому аватару, что происходило в параллельном мире. Он понимал, как решать эти проблемы, и он их там решал. Это практически модель интернета. Реальная жизнь, виртуальная жизнь. И благодаря современным технологиям из реальной жизни мы управляем аватаром в виртуальной жизни. То есть, в реальной жизни мы с вами, вот, бизнесмены, но через монитор компьютера, через его экран, то есть, благодаря современным технологиям интернет, в виртуальной жизни для нас, нашим аватаром является сайт. На сайте вы показываете всю свою экспертность, вы показываете все свои продукты, которые мы готовы поделиться с клиентом. Клиент видит вашу экспертность, видит ваши продукты, покупает их, и вы в результате зарабатываете деньги. То есть, точно такой же бизнес, как и в реальной жизни. Он может быть работой с физическим продуктом, он может быть услугой, это может быть обучение. Условия практически все те же самые. Основное и главное – вы должны быть экспертом, вы должны быть организатором, чтобы могли создать этот сайт. И этот сайт будет работать на вас 24 часа в сутки, но только меняется ваша команда. Если до сих пор в команде были вы и был ваш клиент, то есть, было два игрока, теперь появляется третий игрок. Третий игрок – робот. То есть, те самые современные технологии, которые помогают взаимодействовать вам с вашим клиентом. Вот что такое робот, и как он будет помогать работать и продвигать ваш бизнес, мы узнаем из следующих видео. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч!